Ну что, дорогие друзья мои, я думаю, что мы начнём. Кому было интересно, тот пришёл вовремя, да? Во-первых, я хочу вас всех поздравить с начинающейся весной, да, с окончанием зимы, с последним днём зимы. И завтра уже первый день весны, с чем я вас поздравляю. Впереди очень много самых таких нежных, самых красивых праздников. Это 8 марта, это наурыст наш казахстанский праздник. Самое главное, такие серые, длинные, вернее, ночи, да, и короткие дни они закончились. Так что впереди всё только светлое, всё самое-самое лучшее. С этим я вас поздравляю. И хочу начать сегодня наш вебинар. У нас тема сегодня платёжная система. То есть платёжная система, через которую мы пользуемся, в принципе, не только в нашем бизнесе Эверт, но и, в принципе, сейчас они очень популярны вообще в интернете. То есть это те же покупки, которые люди делают через интернет. Поэтому я думаю, что эта тема, в принципе, должна быть интересна всем. Но вы знаете, что сейчас у нас очень много есть электронных платёжных систем. И самые такие, которые уже спустя вот всё это время показывают нам надёжность и удобство в применении, это такие системы, как AdvoCash. Я сейчас вам напишу сайт. Ой, что это такое у меня тут с моим чатом? Что-то случилось. Я извиняюсь, если будут небольшие такие технические проблемки, потому что у меня немножко что-то тут не совсем получилось с тем, чтобы транслировать вам свой экран. Я хотела сделать, чтобы было вам удобно. Но я сейчас постараюсь развернуть свою камеру, чтобы вы видели экран и видели ту работу, которую я буду делать именно непосредственно в компьютере. Сейчас я вам напишу сам сайт платёжной системы. В данном случае мы будем рассматривать AdvoCash. Сейчас вам буквально. Так, странно, почему-то у меня не пишет. Девочки, ну, вы же знаете, да? Те, кто знают AdvoCash, напишите сюда в чат, пожалуйста, как он пишется. У меня почему-то что-то с чатом. Я извиняюсь. Губнара, спасибо, да, здравствуй. Так, ну сейчас пока пишет нам. Сейчас, значит, напишет сам сайт, и я вам просто расскажу. В принципе, в интернете очень много тоже на Ютубе видеороликов, как регистрироваться на данных системах, как ими пользоваться. Но мы решили всё-таки провести вот так онлайн-конференцию, вернее, этот вебинар, для того, чтобы вы сразу могли задавать вопросы какие-то непосредственно, которые вас волнуют, по переводам или по верификации, я на которые могла бы вам ответить. Сейчас, значит, мы начнём. Вы можете зайти прямо непосредственно в своём компьютере на сайт AdvoCash.com. Девочки, ещё раз прошу, пожалуйста, кто вот знает этот сайт, напишите, пожалуйста. У меня почему-то мой чат не пишет. Не могу понять, почему. Напишите кто-нибудь. AdvoCash.com Вы зайдите на этот сайт, и далее мы будем уже непосредственно... Конечно, я сейчас поверну камеру на экран, наверное, чтобы вам было видно и понятно, куда я захожу. Так, сейчас нюночку. Смотрите. Сейчас как-то так попробую, чтобы вам видно было мой экран. Более-менее видно, наверное, да? Я постараюсь как-то так аккуратненько, чтобы вам было видно. Так, вот смотрите. Сайт платёжной системы AdvoCash. Видите? Нет, неправильный сайт. Немножко здесь ошибка, Алиюша. Там А после В, А лишняя. А, Д, В. Потом идёт кэш.com. А2 кэш. Вот смотрите. Как-то вот... Не знаю даже, как вам это сделать, чтобы вам было видно. Так, минуточку. Сейчас я извиняюсь. Хочу просто тоже наблюдать, как это вам будет видно. Да, правильно, Алиюша, спасибо, что ты написала. Так, вот смотрите. Сайт AdvoCash. Спускаемся немножко вот так ниже по экрану. И здесь будет такая кнопочка создать аккаунт бесплатно. Буду немножко в замедленном действии делать, чтобы вам непосредственно это было видно. Нажимаем на него. И здесь очень простая регистрация. Добро пожаловать в AdvoCash. Advanced Cash, если это полное наименование. Здесь, значит, имя, фамилия, электронная почта. Имя, фамилия можно заполнять на русском языке. Электронная почта, но желательно, конечно, чтобы она была у вас в Gmail. Это более надежность, как бы электронной почтой является Gmail. Далее вы пароль устанавливаете, уже сами придумываете. И вот здесь такой бегуночек есть. Вот его вы хватаете мышкой и сюда. Все, ваша кнопочка зарегистрироваться становится активной. Еще раз повторюсь. Заполнили все. Бегунок все взял. Кнопочка зарегистрироваться стала активной. Заходите в пользовательское соглашение, ставите галочку и зарегистрироваться. Регистрация довольно-таки простая, быстрая, удобная и легкая. Далее, после того, как вы зарегистрировались, значит, опять же... Так, сейчас, минуточку, хочу вам показать. Как теперь входить? Вот на этом же сайте AdvoCash вы уже заходите, вход нажимаете, кнопочку вход, и выйдет вот такой экран, где вы, логином вашим является ваша электронная почта. Прямо все ее прописываете полностью. Адрес электронной почки собачка.gmail.com, да? Пароль тот, который вы придумали, и войти. Далее он у вас, возможно, может запросить пин-код. Пин-код, он придет к вам на эту же почту. Вы, значит, заходите к себе на электронную почту, копируете пин-код, вставляете, и далее вы уже зайдете к себе именно непосредственно в кошелек. Так, громче, плиз, просят, да? Немножко, не слышно меня, да? Сейчас. Так. Добрый вечер, Нзира. Так, лучше меня слышно, да? Я просто, видите, камеру немножко далеко, получается, от себя поставила. Так, дальше. Заходим в наш обвак кэш. Вот. То есть, получается, что мы зашли, ну, у нас здесь немножко, как бы, выходит... Так, ой, так, минуточку, сейчас, извиняюсь. Так, вот так. Затем, это у нас новый кошелек, просто я на нем хочу именно вам показать непосредственно, как нужно проходить верификацию и как, что здесь делается, да? Смотрите, когда вы зарегистрировались на платежной системе, у вас открываются несколько кошельков. Это в долларах, это в евро и в рублях. Номер кошелька, когда вы, допустим, где-то используете, да, вы хотите перевести именно сюда, в AdvoCash, вы именно используете сам номер кошелька, вот этот непосредственно. Вот, допустим, если у вас в долларах, значит, вы копируете вот этот номер. Если у вас евро, значит, вот этот. В данном случае, вот сейчас мы, допустим, при выводе с кабинета Эверт, вот, допустим, на балансе у нас сейчас находится какая-то сумма, да, мы нажимаем «Вывод» и «Драфт», да, дальше у нас идет вывод на платежную систему AdvoCash, скажем, к примеру, мы 10 евро там поставили, да, и мы вставляем как раз-таки вот этот номер нашего кошелька. Вот, скажем, вот, к примеру, мы копировать сделали, да, копировать и сюда мы вставили, вот он, видите, и нажимаем «Вывести», все. Далее мы уже потом ждем поступления на своем кошельке. Электронный кошелек у вас создан, можно дальше заказать будет вам карту, вот здесь вот «Создать карту» нажимаете, в чем вы хотите ее создать, в долларах или в евро, ну, допустим, к примеру, там, евро, да, «Продолжить», «Продолжить» и вы выбираете. То есть, если вы зарегистрировались совсем недавно, то у вас стоимость карты будет стоить 4,99, ну, грубо говоря, 5 долларов, если это долларовая карта. Если это евровая, соответственно, это будет 5 евро. Если уже больше недели ваша регистрация, значит, будет стоить она дороже, то есть, там, порядка 15 долларов, соответственно, 15 евро. Приходит она ко всем по-разному, но в среднем это где-то составляет 3 недели. Вот непосредственно мне пришла карта в течение 2,5 недель. Приходит она к вам по почте, и дальше, когда вы получите карту, то пин-код и активация карты также здесь вы сможете ее пройти. То есть, в принципе, опять же повторюсь, что на YouTube тоже очень много видео есть. Пока будет идти к вам карта, вы можете пройти верификацию. Если вам видно здесь. Так, опять же. Видно, да? Я просто как бы ухожу и не вижу там ваших комментариев. Так. Дальше, значит, верификация. Вот. Нажимаете здесь, не верифицирован. Чтобы начать верификацию, нажмите здесь. Нажимаете. И, как обычно, у нас идет верификация личности. То есть, вы здесь прикладываете либо паспорт, либо, если у вас удостоверение, то на одном файле удостоверение. И загружаете. Загружаете. Вот здесь все прописаны, все форматы, не более 5 МБ, чтобы он весел, этот файл. Адрес также вы нажимаете сюда. Верификация адреса служит либо квитанция за коммунальные услуги, либо это адресная справка. В данном случае у нас в Казахстане. И номер загрузить также. Получается, не более 8 МБ. И вот в этих форматах данных. И номер телефона. Вы здесь прописываете. Плюс 7 здесь стоит. Поэтому вы уже набираете номер. Также верифицировать вам придет СМС-код на телефон, который вы вставите. И телефон, в принципе, моментально Проходит верификацию. У меня лично верификация прошла. Но быстро, наверное. Но пока я ждала карту, По сути, уже верификацию я прошла. Но единственное, что нужно помнить, Что здесь идет двойная верификация. Верификация непосредственно Самой платежной системы Адвокэш. И также верификация, я так понимаю, Процессингового центра, Который обслуживает эту систему. Потому что я столкнулась с тем, Что при выводе своих денег с карты Адвокэш. У меня был, оказывается, лимит там. Лимит дневной. И когда я обратилась в службу поддержки, Кстати, здесь есть очень удобная Служба поддержки. Вы все это найдете в своем кабинете. Отвечают практически очень быстро, В течение двух часов. И они мне сказали, что Первую верификацию в самой системе Я прошла, но я не прошла В их обслуживающем центре еще пока. Но, в принципе, они извинились За предоставленные неудобства. И, в принципе, этот вопрос Быстро был решен. На следующий день я уже, как бы, Деньги сняла. Это все то, что касается Адвокэш. Опять же, если, допустим, У вас деньги поступили На сам электронный кошелек ваш, Но вам нужны срочно деньги. Поэтому есть для этого Очень много электронных обменников. Но, конечно, желательно Пользоваться, опять-таки, проверенными Такими, ну, более надежными, Которые уже себя зарекомендовали, да. И, в принципе, на вывод Очень удобный курс, так скажем, да. И также, в принципе, Мы позже можем в чатах Скинуть сами ссылочки на эти обменники. В случае, не знаю, сейчас Опять же, я скопирую И попробую Чат сюда выложить. Если он выложится, конечно. Я не могу понять, Почему у меня чат не работает. Никак не могу понять. Нет. Я не знаю. Я вот что-то скинула, Но у меня почему-то не показывает, Что я что-то скинула. Если вам видно, напишите, пожалуйста. Если не видно, то, в принципе, Это тоже не проблема, Потому что я в чате потом могу Скинуть несколько обменников, Где вы можете обменивать С электронных кошельков Адвокэш На ваши платежные карты Разных банков. В том числе, наших казахстанских. Вот сейчас я вам покажу Опять-таки Обменник наш казахстанский. KZ Exchange. Смотрите. Желательно, конечно, На данных обменниках регистрироваться. И еще хочу Немножко так Обратить ваше внимание на то, Что если вы регистрируетесь В подобных платежных системах Во всех, да, Пожалуйста, все свои данные записывайте. Не надо надеяться на то, Что вы запомните, да. Лучше всего Все-таки, как мы говорим, да, Самый тупой карандаш Всегда острее Самой острой памяти. Данные Обменники KZ Exchange Здесь, значит, Смотрите, каким образом Все это работает. Вот отдаете, да. Допустим, у вас Во два кэша Деньги. Скажем, у вас В евро. Значит, вы выбираете То, что вы отдаете А два кэш. Вот вы выбрали, да. Видно, я так думаю, надеюсь. Так, я не знаю. Просто я Не могу отслеживать это, Потому что Видите, если я нажимаю На саму Камеру Запись нет. Я запись Здесь не делаю, Но вроде бы она остается. Мы позже потом посмотрим. Ну, в принципе, это не проблема. Такие подобные Вебинары Небольшие Мы будем, я думаю, Что проводить еще Не один раз, да. Отменник. Ой, я потерялась. Вот. Значит, Отдаете А два кэш Ебро И получаете, смотрите, На сегодняшний день Очень много вариантов. То есть, это и Каском, Это и Форте Банк, Это и Халак Банк, Это и Астана Банк, И Каспи Депозит. Даже какие-то Такие резервы На сегодняшний день В данном отменнике есть. И, к примеру, Ну, давайте Пример такой возьмем, да. А два кэш, Евро И Каском. Скажем, К примеру, Мы там выводим, Ну, допустим, 50 евро, да, Или там 100 евро. Скажем, возьмем 100 евро. Вот 100 евро, да. 100 евро. На сегодняшний день, Получается, В данном отменнике Курс идет 322. То есть, за 100 евро На Каском У вас упадет сумма 32.200. Единственное, Что надо понимать, Что обменники, Они тоже работают Не бесплатно. И в адвокэш-системе Есть комиссия. Ой, простите, Не в адвокэш. Кстати, в адвокэш Тоже есть небольшая комиссия. Знаю, Что при обналичивании С карты Идет за одну транзакцию 2 евро Либо долларов, Соответственно, В какой у вас валюте Карта будет. И плюс Так, Плюс 0.99% Если у вас Кошелек верифицирован. Вот. Если не верифицирован, То, по-моему, Около 3%. Но это также Вы можете Все это посмотреть Вот здесь На самом сайте Адвокэш. То есть, Все Полностью И службы поддержки Здесь в тикетах Есть очень много Часто задаваемых вопросов. А у меня свернулось, да? Ну, в общем, Все это там Вы сможете Тоже посмотреть По комиссиям. Вот. И все. То есть, Вы составили заявку И практически Вот те, Кто пользовались У меня партнеры Пользовались Именно этим отменником Они Выводят В течение 15 минут Деньги Оказываются у вас На карте На Коскомовской. А дальше, Конечно же Уже комиссии Это будут комиссии Коскома Смотря Пока у вас Карта Коскома Потому что Есть карта Где 0,7% Есть 1% И так далее Это уже зависит Будет от Вашего банка И от вида Вашей карточки Плохо видно, да? Ну вот Гульмира пишет Вывод моментальный Да Гульнар, да Я еще раз Извиняюсь Потому что У меня не получилось Трансляции экрана Ну не тянет У меня просто Компьютер У меня есть такая Программа Которая Могла бы Транслировать Но По техническим Параметрам У меня немножко Не потянет Еще раз говорю Что в принципе Все это можно Прямо знаете В ютубе Посмотреть Причем Вы прям Когда отслеживаете Смотрите Вы тут же Нажимаете паузу И все это Прямо пошагово Делается Это не сложно Главное Знаете Я вам хочу сказать И посоветовать Не бойтесь Всех этих платежных Систем Как Есть такое выражение Не так страшен Черт как его молюет Это все нам страшно Пока нам неизвестно Когда вы все это узнаете Один раз проведете Второй раз проведете И уже станет не страшно Потому что Все платежные системы Всегда Они Где-то Что-то В любом случае Переспрашивают Где-то там спрашивают Действительно ли вы хотите отправить Либо допустим Защищены пин-кодами СМС кодами Вот Либо ту же заявку Когда вы в обменнике Составляете Вы в любой момент Можете ее отменить Поэтому Ничего страшного Я думаю Что нам нужно Все равно учиться Потому что Мы живем В такой век Когда все делается Через интернет Сейчас мы Покупаем билеты Те же через телефон Да Мобильные приложения Поэтому это наоборот Все это в начале Кажется страшно Сложно Но когда вы Обучитесь этому Это очень легко Очень просто И самое главное Что это очень удобно Вот Также смотрите Так как Вот еще раз повторюсь Что сейчас у нас Такое время Когда мы все Пользуемся через интернет Все платежи Мы делаем Те же билеты Заказываем С помощью Именно Электронных денег Сейчас Я думаю Кто-то из вас Может быть Слышал уже О криптовалютах И на сегодняшний день Номером один Криптовалюты Является биткоин И в нашем бизнесе В нашей корпорации Есть вывод Также на карточку Ксапа Карточка Ксапа Это карта На которой У вас Ваши средства Хранятся Именно в биткоинах Биткоин Это такая Монета Криптомонета Криптовалюта Вот Они вы также Можете в интернете Также Простудировать Все это изучить Очень интересно И я думаю Что На будущее Это тоже нужно Каждому будет Потому что Мир не стоит На месте И завтра Наши все Практические платежи У нас будут Осуществляться Именно в таких валютах Поэтому Также есть Сайт Ксапа Ксапа.ком И вы можете Выводить Именно на Ксапа Деньги И Ксапа Еще чем удобно Тем что Курс биткоина Если вы слышали Конечно Что курс у нас Он обычно Валируется То есть Он может Падать Но на данный момент На сегодняшний день Курс биткоина Очень вырос Я сама За биткоином Слежу Вот Буквально Осенью Практически Была Стоимость Одной монеты Около 700-800 Долларов За одну монету На сегодняшний день Она выросла Практически Более чем 1200 Долларов За одну монету Вот Поэтому Также Смотрите Эта монета Она состоит Из копеек Как рубль Когда-то в свое время Состоял из копеек Так и Здесь получается Что биткоин Состоит из копеек В данном случае Они называются Сатоши Поэтому Те средства Которые вы будете Переводить На данную карту Они у вас будут Соответственно Конвертироваться Если у вас Не будет хватать На монеты То соответственно Он будет у вас В Сатоши Вот Опять же Когда она будет У вас На этой карте Находиться Карта Ксапа Она Привязана К платежной системе Виза Электрон Которая Обслуживает Практически Ну у нас Все банки Пользуются Этой системой То есть Если мастер-карт У нас Как бы не везде Кстати А два кэш Карта Она именно У нас Мастер-карт А Ксапа Это электронный Извините Ксапа Это у нас Виза Электрон Вот Поэтому Как бы Здесь Здесь Конечно Еще более Удобно И выгодно Ну смотрите Сами Так же Опять же Как вам Будет удобно Вот Но в принципе Как бы По платежным Системам Если у вас Есть какие-то Вопросы Пожалуйста Задавайте Я сейчас Вам В прямом Эфире Все это Могу Ответить А кстати Говоря Вот я Еще тут Подготовила Тоже Несколько Обменников Потому что Как я Уже Сказала Что Обменников Много Есть Д Обмен Ком Есть Веттинге Наш Казахстанский Но единственное Что В разных Обменниках Есть Разная Комиссия Веттинге Нет Комиссии Но Есть Курс Не очень Это выгодный Конечно Для нас Но за счет Того Что У него Нет Комиссии Получается Это как бы То на то И выходит Но тем не менее Веттинге Он очень Тоже Надежный Потому что Я тоже Не раз Пользовалась Но Не всегда Выгодный Так скажем Вижу Что Кто-то Что-то Пишет Пожалуйста Жду Ваших Вопросов При верификации Обязательно Паспорт Или можно Удостоверение В принципе На Адвокэш Системе Если вы Имейте ввиду То Я сама Лично Просто Как бы Прикладывала Паспорт Так как У меня Есть Паспорт Но попробуйте Удостоверение В общем-то Я думаю Что это документ Удостоверяющий Личность Но Так как Там Загружается Только Один Файл Поэтому Рекомендуется Как бы Сделать его Именно На одном Файле Каким Это Образом Сделать Это В принципе Если вы Хотите Я могу Сейчас Вам Объяснить То есть Допустим У нас В удостоверении Две стороны Нужны Поэтому Нам Можно Воспользоваться Программой Пайнт Которая Есть В любом Компьютере Через Программу Пуск Вы ее Можете Найти Она Знаете Такой Рисуночек В виде Акварели Акварели С кисточкой Так Так Посмотрите Вот Пуск У нас Да И Вот У нас Такая Картиночка Я Постараюсь Прям Поближе Показать Чтобы Вам Видно Было Вот Пайнт Программа Пайнт Вот Она У нас Открывается В принципе Мы можем Даже И не Заходя В нее Но Лучше Чтобы Вы ее Примерно Видели Наглядно Это Программа У нас Пайнт К примеру И Скажем Ну Допустим Даже Вот У меня Есть Несколько Документов Вот Скажем Два Удостоверения Лицевая Сторона И Обратная Сторона Удостоверения Как мне сделать Беру Обратную Сторон Удостоверения Вот Видите Я Сейчас Вам Ее Просто Покажу Это Обратная Сторона Удостоверения Да Что Я С ней Делаю Вот Нажимаю Правой Кнопкой Мыши То есть Подвожу Непосредственно К самому Файлу Видите Да Он Выделяется Нажимаю Правой Кнопкой Мышки И Нажимаю Изменить Изменить Так И Минутку Подождите Так По-моему Я ее сначала Должна Так Контр Икс Нажимаем Две кнопки Контр Икс Изменить Изменить Здесь У нас Она Так Где она У нас Что Это Удостоверение Сейчас Минуточку Так Контр Что Что-то У меня Немножко Не получилось Так Что-то Я тут Не так Сделала Не Сохранять Так Вы знаете Давайте Мы все-таки Это Наверное Чуть позже Оставим Да Чтобы Я не Занимала Ваше Время Потому Что Я Немножечко Здесь Наверное Я Переволновалась Так Сейчас Минутку Угу Просили Громче Да Хорошо Дире Я тебя Поняла В принципе Это Уже Такие Технические Детали Небольшие В принципе Не столь Важные Если Будет Интересно Мы еще Подобные Вебинары Будем Проводить Вот Если Вопросов В принципе Нет Да То На Сегодняшний День Я Уже Наверное Буду Закругляться Спасибо Большое Спасибо За то Что Вы За то Что Слушали Меня За Ваше Внимание За Ваше Уделенное Время Еще раз С наступающими Праздниками И Если Вопросов Нет То Я Всем Желаю Удачи Хорошего Настроения Весеннего Набирайтесь Сил Хорошего Задора Такого Да И Удачи Тогда Если У вас Будет Хорошее Настроение Все У вас Получится Удачи Всем Пока